Игорь Михайлович, в регионе реализуется программа по переселению аварийного жилья. Как этот процесс проходит в Северской области? Какие перспективы для ее реализации успеем ли в срок? Уже лучше проходит по сравнению с началом этой работы, но еще требуется много-много доработать. Сегодня были представители федерального фонда. Мы сегодня проанализировали еще до заседания правительства, более внимательно подсоединяем уже на сегодня. Надо сказать, конечно, что работа требует более активного участия в стране муниципальных образований. Деньги есть, но динамики недостаточно. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время примем еще и кадровые решения достаточно серьезные по отрасли. Ну и, конечно, требуется скорректировать, судя по всему, экономические показатели программы, потому что привлекательное строительство должно быть обеспечено, конечно, для застройщиков. Никто в убыток работать не будет. Поэтому сегодня, с учетом того, что у нас очень серьезное подорожание стройматериалов, только одна арматура подорожала более чем на 30%, которая используется и в стройке в том числе. Поэтому мы сейчас анализируем. Я думаю, что в течение двух недель необходимые поправки внесем. И вы обращаете внимание на качество, что определенный метр раз должен быть... Да, абсолютно правильно. Вы эти решения все знаете. Мы приняли решение, что ниже норм, которые у нас рекомендованы для одного человека, либо для семьи, у нас не будет. И разницы между финансированием человека по метрам и необходимыми минимальными метрами на человека и на семью, это доплачивается из областного бюджета. На это выделяется достаточное количество денег. Квартирография полностью соблюдена. Мы этот опыт использовали еще с Морозовским городком. Но в отличие от Морозовского городка, где проект практически у нас уже находится в высокой степени реализации, не готовность, а именно реализации, подчеркиваем, стройка уже идет, то аварийное ветхое жилье идет очень слабо, потому что в муниципалитетах это объемы, это малытажное строительство, поэтому не так может быть привлекательно экономически. Поэтому будем корректировать показатели в сторону увеличения привлекательности для инвесторов и застройщиков, которые работают в этом направлении.